Как сообщают целый ряд средств массовой информации, блогер-активист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак был найден мертвым в одиночной камере одного из так называемых исправительных, а я считаю карательных учреждений города Челябинска. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И печальная новость действительно пришла. Неоднозначный совершенно человек Максим Марцинкевич, один из основателей движения Реструкт, боровшийся с наркоторговцами, педофилами и кем-то там он только не боролся, и боровшийся такими достаточно жесткими методами, включавшими в себя избиение, имитацию казни и прочее. Ему дали 10 лет тюрьмы по статьям «Разбой и хулиганство». Ну, то есть пришили то, что было. Вот. И вот сейчас вот нашли... Это еще предстоит подтвердить, но боюсь, что это правда, и Максим скончался. И, как говорят близкие Максима, знакомые с парнем, он не был склонен к самоубийству, был борцом и собирался бороться до конца. Вот так вот ушел из жизни националист русский Максим Марцинкевич, человек радикальных взглядов. И, в общем, история эта ужасна, что бы там ни было, друзья, потому что сам он никого не убил, а погиб. Вот. И я, если честно, тоже не верю в самоубийство, потому что его тело было обнаружено, ну, все по слухам, в одиночной камере. Вот. И людей волевых в таких вот карательных концлагеренных учреждениях ломают. И ломают часто до смерти. Что ж, приношу свои соболезнования родным и близким Максиму Марцинкевичу, человека, который был радикален, но боролся со злом. Радикальными методами, не такими методами, которые я стал бы одобрять, но он боролся со злом, с наркоторговцами и с прочими, с нечистью. Вот. Печальная история, дорогие друзья. Вот. Одновременно приходит известие о том, что дикому десантнику Асхабу Алибекову дали еще новый срок. И продолжается вот угнетение оппозиции всяческой вот совершенно чудовищными, безобразными методами. Концлагерными методами. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите мой труд, если будет на ту воля ваша. Я в этом нуждаюсь. Данные вы найдете в описании к ролику. И напоследок добавлю, вот вчера я снял ролик по поводу безобразного поступка группы молодых людей. И вот глава Чечни Рамзан Кадыров осудил вот их поступок. В то же время он сказал, что это, скорее всего, не чеченцы были. Вот. И хочу сказать, что для меня национальная принадлежность этих людей не имеет значения. Важна культурная составляющая их поступка. Вот. И я с безусловным уважением отношусь ко всем народам мира. И, конечно, к чеченцам, и к дагестанцам, и, безусловно, к русским. Вот. Я межнациональную рознь сеять ни в коем случае не собираюсь. Главное для меня, друзья, что внутри у человека. Культурен ли человек, относится ли он с уважением к пространству других людей. Что ж, доброго вам всем дня, друзья. Помогай нам Бог. И еще раз вот, ну, приношу соболезнования родным и близким Максима Марцинкевича, человека яркого и бывшего неким открытием и даже какой-то эпохой. И вот мне искренне жаль, что он ушел из жизни. Хотя я при этом, повторюсь, вот его методы, вот эти насильственные, я, ну, никогда не одобрял я противник насилия. Доброго дня.